Люди с ограниченными возможностями здоровья решили составить свою карту областного центра. Ивановец Александр Шурпатов при помощи волонтеров попробовал совершить небольшую прогулку от дома до близлежащей аптеки и магазина. Ему не так просто выбраться из своей квартиры на третьем этаже. Когда спускаюсь сам, а подняться тоже помогают мне. Я стараюсь ездить не один с кем-то. Попасть в аптеку на улице Богдана Хмельницкого особого труда не составило. Низкий порожек, достаточно широкий дверной проем. Проблематичнее было доехать до продуктового магазина. Бордерный камень своего рода тоже испытание, причем не только для людей с инвалидностью. У многих есть маленькие дети. Все мы катали коляски. И все мы знаем, как непросто порой зимой переходить пешеходный переход, где давали на снег. Дальше ты идешь в магазин, где немыслимый порожек. Ты с этой коляской куда-то забираешься. На пятый этаж эту коляску затащить, вытащить. Та же история с инвалидами. Помощь в составлении карты людям с ограниченными возможностями здоровья окажут участники общественного движения «Земский собор». Они донесут собранную информацию до властей. Главная задача – не дать проблемам повиснуть в воздухе. Чтобы каким-то образом к лучшему, хотя бы на чуть-чуть изменить ситуацию. Чтобы вот эти 10 сантиметров барьера были сглажены, понимаете. И люди, которые временно ограничены в возможностях здоровья, могли себе позволить съездить в магазин, купить пакет молока, купить булку хлеба. Могли самостоятельно, никого не прося, не унижаясь, съездить в аптеку и купить те лекарства, которые им необходимы. Общими усилиями люди с инвалидностью и представители «Земского собора» попытаются повлиять на ситуацию, чтобы безбарьерная среда была не только на словах, но и на деле.